14 июня прошел Международный день донора. На станции переливания крови было многолюдно. В этот день пришли сдать кровь постоянные посетители и дебютанты. Глава округа Владимир Ружицкий лично поблагодарил почетных доноров Люберец. В этом году их стало на 9 человек больше. Как получить знак почета, протянув руку помощи, в нашем следующем сюжете. Люберецкая областная больница награждается почетный донор. Мы обладаем вас в любом случае. Любовь Сергеевна сотрудница Люберецкой станции переливания крови. Сама сдавала кровь более 50 раз для больниц, а также плазму для родильных домов. Она не понаслышке знает, что кровь бывает просто необходима пациенту для спасения жизни. Для Любови Джумаевой донорство – это образ жизни. В душе ты понимаешь, что ты для кого-то делаешь что-то доброе, хорошее. Кого-то ты спасешь. Я еще это понимаю, как это часто нужно. И когда нет определенной какой-то группы крови. Чтобы стать почетным донором, нужно сдать кровь не менее 40 раз. Забор крови можно делать раз в два месяца. Донор начинает готовиться заранее. Накануне нельзя есть жирную и сладкую пищу. На несколько дней придется отказаться от алкоголя и сигарет. Ирина Баринова мечтала стать почетным донором с детства. Сегодня, в день донора, сдала кровь в 40-й раз. И вот она – долгожданная награда. Когда я получила это звание, мне было безумно приятно. Внутри клокотала. В Люберцах проживают 196 почетных доноров Советского Союза и 850 почетных доноров России. Их кровь помогала малышам в родильных домах, людям с осложнениями после операции и больным коронавирусом. В ковидном стационаре, нашим третьем, буквально в хирургии заполнены теми людьми, которые осложняются кровотечением, у которых есть хронические заболевания, язвенные болезни, все остальное. Конечно, им нужно переливание крови. 450 миллилитров донорской крови способны спасти жизнь или улучшить ее качество тем, кто в этом особенно нуждается. Стать донором может каждый совершеннолетний. Главное – состояние здоровья и желание помочь. Те люди, которые небезразлично к этому относятся, честь и мы хвала, мы сегодня посетили, поздравили с их профессиональным праздником наших врачей, станции переливания крови Люберецкой и пообщались с донорами. В день сдачи крови рекомендуется пить больше жидкости. На станции переливания чай со сладостями – обязательное бесплатное угощение. Кроме того, каждому донору положено два дополнительных оплачиваемых дня – в день сдачи крови и последующий за ним. Это дает возможность восстановить силы. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.